Всем привет! С вами я, Антон, и English Show. Что является одним из самых важных навыков за границей? Ну, конечно же, заказать себе кофе. Нет, не смейтесь, здесь очень важно правильно объясняться, чтобы случайно не возникнула ситуация, в которой вы будете пить нелюбимый кофе. Именно поэтому сегодня мы разберем, как же правильно сделать заказ в кофейне, объяснить свои предпочтения и ответить на вопросы бариста. Let's start! Начнем с входа в кофейню. Если вам повезло, вы можете подойти к кассе и сразу же сделать свой заказ. А как это действие можно описать на английском? Касса – это counter, поэтому Can I take your order? Могу ли я принять ваш заказ? Если же вам не повезло, и вы пошли в Starbucks, в смысле, если вам не повезло, и вы пошли в кофейню, в которой кроме вас еще много таких же невзбодрившихся любителей хлебнуть кофе на утром, то вам придется постоять в очереди. Слово очередь имеет два варианта в английском. Британский и американский. В American English все просто. Очередь выстраивается в линию из людей, поэтому вы строите в line. Вау, это длинная очередь. А вот в British English слово является болью большинства людей, изучающих английский, потому что пишется оно вот так, но читается очень просто. Q. Так же, как буква Q в английском. Прости, там была очередь. А вот написание запомните. Ку-е-у-е. И никак иначе. И вот вы уже у кассы смотрите на огромный list of drinks, ну или menu, и видите внушительный список разных вариаций напитков. Конечно, если вы заранее знаете, что вы хотите заказывать, то вам понадобится меньше времени. А вот если вы не знаете, сейчас помогу. В этом случае можно сказать Ну или как в этом примере. Знаете, мне понадобится минута. Я не могу выбрать. Итак, через минуту-две к вам снова подходит Борис со свежливым вопросом. Hey, what can I get for you? Что я могу для вас сделать? Или what would you like today? Что бы вы сегодня хотели? So what can I get for you today? So what can I get for you today? Что мне для вас сегодня сделать? И тут наступает самая ответственная часть. Заказ на английском. Чтобы начать, лучше всего использовать фразы I'd like. Мисс, я бы хотел немного кофе, пожалуйста. Еще один вариант. Можно мне кофе твоего, пожалуйста? Ну или просто. Можно мне кофе без кофеина, пожалуйста? Кофе без кофеина. Жизнь без жизни. Да, декаф это сокращение от decaffeinated. То есть, а без кофеиненный. То есть, без кофеина. Привыкать. Иностранцы пьют кофе без кофеина, колу без сахара. Некоторые даже сахар без сахара используют. Поэтому это еще ладно. Также можно сказать I'll have или take. I'll have a pumpkin latte. I'll have a pumpkin latte. Я буду тыквенный латте. Или же просто. One soy latte, please. One soy latte, please. Один soy latte, пожалуйста. Так, друзья, что-то тут солнце разыгралось. Давайте-ка перейдем в помещение и продолжим там. Итак, еще один частый вопрос, который вам могут задать. For here or to go? Здесь или с собой? А чтобы лучше понимать вопросы носителя языка и правильно на них отвечать, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к Native Show. Я это сделаю прямо сейчас. Сейчас покажу, как этим пользоваться. Смотрите, Native Show это очень удобная штука. Например, я им пользуюсь вот так вот, через бота в Телеграме. Вы можете каждый день слушать новые кружочки от native спикеров, после чего можете посмотреть их расшифровку. Но лучше, конечно, внимательно послушать кружок самому. Если вы совсем бешеный, можно делать это даже вот так вот. Но я, конечно, не советую. А потом выбрать правильный вариант ответа. Встречаются разные задания, разные произношения Native. В общем, это реально очень и очень полезно, если вы хотите начать наконец-таки понимать английский на слух. А еще там присутствует моя любимая фишка, это чаты. Смотрите, заходим в чат, здесь обсуждения на разные темы, вы видите вообще 200 комментариев. Обсуждения прям бурные. Например, вот тут ребята обсуждают, кто отмечает Рождество, а кто Новый год. Можно ответить кому-нибудь, написать, например, что я отмечаю Новый год и Рождество. Да я вообще любой повод поесть как бы отмечаю. А еще в этом чатике дважды в неделю постятся приглашения на разговорные клубы. Да, вы правильно поняли. Конференция в Zoom, где можно поговорить на английском языке. И вот что мне больше всего нравится, чтобы это не заставило вас врасплох, всегда заранее пишут темы обсуждения, чтобы можно было немного подготовиться. Еще раз напоминаю, что на эти шоу все ссылки в описании. Это классная тема. Общайтесь с носителями, перебаривайте свой языковой барьер. Да и вообще, рекомендую. Ну а ответить на этот заданный вопрос можно либо То есть, здесь, пожалуйста, либо То есть, не я бы хотел, чтобы это ушло, а это с собой, пожалуйста, на вынос. С собой, пожалуйста. Что ж, а теперь давайте разберем обыденный диалог в одной из кофейн Лондона. Сценаристы мне написали тут диалог, видимо, я должен с британским акцентом это все прочитать. И пометили, что было бы здорово, если бы я сделал это по ролям. Что поделать? Я попробую. Мы в English Show можем все. А теперь давайте проверим вас на внимательность. Как читается, я не мог без этого обойтись, вот это слово. Особенно здесь важно ударение. За мои шутки меня когда-нибудь уволят. Да, это точно, точно прям произойдет. Так вот, это кофе мокко, то есть, сорт кофе. Произносится это слово как мокко. Американцы иногда говорят как-то типа мокко, но подразумевается всегда мокко. А если мокко употребляется со словом латте, то оно вместе образует моккочино. Ну, по крайней мере, так принято это называть. Это что, двойной моккочино, пожалуйста? А теперь посмотрим на другой диалог. На этот раз мне будет проще, потому что он в кофейне США. Вы, наверное, заметили, диалог начинается с небольшого small talk, то есть, разговора о погоде. Мелкого разговора, поверхностного. После этого посетитель заказывает double shot soy latte. Ну, с латте все понятно. А что такое double shot? Shot это порция эспрессо в напитке. То есть, double shot latte это двойной латте. With a latte you add your espresso shot. К латте вы добавляете порцию эспрессо. А, ну еще на всякий случай добавлю, что receipt это check. Pick up my receipt. Возьми мой чек. Обратите внимание, что слово receipt, пи не произносится. Оно просто receipt. Ну что, супер, мы с вами заказали кофе, осталось только дождаться этого чудесного напитка и отведать его. Теперь можете смело идти в кофейню и заказывать ваш любимый сорт. В общем, спасибо, что были со мной и до новых, надеюсь, что скорых встреч, ребята. Изучайте английский, это несложно и круто. Все, пока.